Чёрный поезд-пожиратель спал в кустах. У него было прекрасное настроение. Совсем недавно он оказался в мире людей, но за короткий срок смог победить и уничтожить всех остальных пожирателей. Конкурентов у него не было, а значит поезд сможет охотиться сколько захочет. В животе раздавались громкие звуки. Это он переваривал строительную бригаду, которую проглотил вместе с техникой, когда они приехали сносить старое вагоноремонтное депо, где он жил. Это место Чёрному очень нравилось. Тут было много рельсов, которые расходились в разные стороны, и отсюда можно было отправиться буквально куда угодно. Он закрыл глаза и стал наслаждаться своей жизнью, не подозревая, что из темноты тоннелей за ним наблюдают десятки глаз. В мире пожирателей была паника. Новый поезд мутант уничтожал одного конкурента за другим, да так активно, что популяция могла исчезнуть полностью. Поезда не любили общаться друг с другом. Они были одиночки и охотились сами по себе. Но сейчас времена изменились, и они решили объединиться в отряд, чтобы вместе противостоять врагу. Из первого тоннеля выехал камуфляжный поезд в серо-чёрных тонах и оскалил супы. Из второго показался ещё один пожиратель. Он был цвета хаки с тёмными и светлыми оттенками зелёного и тоже обнажил плыки. Третий тоннель задрожал. Изнутри послышался грозный скрежет металла. Стены тоннеля потрескались от вибрации. Звук колёс был такой, что вот-вот оттуда должен был выехать самый гигантский пожиратель. Но вместо этого показался маленький паровозик. Такие обычно катают детей в торговых центрах. Он был фиолетового цвета. В мире пожирателей его называли баклажан. Он тоже зарычал и обнажил зубы. Два огромных пожирателя переглянулись и закатили глаза. Они знали, что их осталось всего трое, и когда системой гудков договаривались о встрече, не подозревали, что третий их собрат выглядит как игрушка. Баклажан опустил глаза. Ему не нравилось, что его не принимали всерьёз. Но он так же, как и все, был в опасности и не собирался оставаться в стороне, когда все сражаются. Чёрно-серый открыл пасть. Оттуда вылетел машинист и стал жестами показывать на чёрного гиганта. Язык из поезда Хаки ему что-то отвечал, размахивая руками. Фиолетовый проехал вперёд и пытался понять, о чём говорят его собратья. Но те скомандовали ему убираться к себе и не мешать. Баклажан погрустнел и сдал назад, но уезжать не стал. Вдруг его помощь пригодится. Из общения своих братьев он понял, что те готовят внезапное нападение. Оба пожирателя решили, что самым эффективным будет напасть одновременно. Тогда враг не сможет выжить. Они разогнались каждый по своей дороге и рванули вперёд. Примерно в ста метрах, как раз там, где спал враг, рельсы сходились. И они планировали напасть на него именно в этом месте. Пожиратели неслись на бешеной скорости и со всей силы врезались во врага, один слева, другой справа, сплющив кабину поезда, как ведро. Затем сдали назад. Чёрный мутант выглядел довольно странно. Голова его стала плоской, зубы торчали во все стороны, а глаза были собраны в кучу. Он выглядел так, как будто его нарисовал маленький ребёнок. Смешно и нелепо. Нападавшие не сводили глаз. Они никак не могли понять, жив враг или мёртв. Чёрный, как уродливая гусеница, поднял голову и стал смотреть по сторонам. Затем со всей силы ударил первым вагоном о землю, потом ещё раз и ещё. Он бил до тех пор, пока голова не приняла прежнюю форму. Затем он рванул влево за поездом Хаки. Тот задним ходом устремился от него, но не успел. Чёрный мутант схватил его за голову и стал мотать им влево и вправо, а после отбросил в сторону. Затем он дал круг по рельсам и устремился за чёрно-серым поездом. Но тот решил не убегать. Его задний вагон превратился в голову и он устремился навстречу. Столкновение было таким мощным, что от скрежета металла баклажан весь затрясся от ужаса. Гигант отъехал в сторону. Его враг оказался почти повержен. Достаточно было всего одного удара, чтобы отправить его на тот свет. Поезд мутант поднял голову и собирался обрушить её на серо-чёрного. Но тут в задний его вагон кто-то врезался. Он повернул шею и удивился. Маленький паровозик разгонялся и бил его раз за разом. Мутант не выдержал и захохотал на всю округу. Затем он встал на рельсы, задрожал, его задний вагон перевоплотился в голову, а огромная пасть раскрылась и зарычала. Проглотить этого червяка ему ничего не стоило. Чёрный пожиратель рванул вперёд, но фиолетовый резко отъехал и смог увернуться. Мутант снова рванул вперёд, но опять промахнулся. Он прибавил газу и помчался за малышом. Баклажан мчался задним ходом очень быстро, смотря в морду преследователя. Его язык машинист кидался из пасти камнями, которые были там припусены для этого. Дорога вела в тоннель, откуда собственно и приехал Баклажан. Он скрылся в темноте. Мутант на самой высокой скорости рванул следом и вдруг на полном ходу застрял. Оказалось, тоннель фиолетового только снаружи был обычным, а внутри он представлял из себя узкую нору. Чёрный стал крутить головой, но она намертво застряла между стен. Баклажан громко расхохотался. Но мутант не собирался сдаваться. Его челюсти приоткрылись, и оттуда выползла гигантская гусеница. У неё не было костей, и она могла просочиться в любую нору. Фиолетовый не ожидал такого поворота. Он смотрел большими глазами, как эта скользкая тварь открывает пасть, чтобы напасть. Он сдал немного назад. Червь последовал за ним. Через несколько метров они оказались в просторной пещере. Монстр стал подниматься на своём хвосте и увеличиваться в размерах. Фиолетовый ещё немного отъехал и открыл свой рот. Оттуда высунулся машинист, потянулся в темноту, ухватился руками за какой-то рычаг и рванул его вниз. Сверху пещеры на гусеницу тут же обрушились тонны камней, похоронив её под собой. Фиолетовый выехал с другой стороны тоннеля. Его побитые собратья стояли на рельсах. Они были помятые, но живые. Он промчался мимо них, остановился у последнего застрявшего вагона, раскрыл пасть. Оттуда выползла маленькая, но симпатичная гусеница. Она аккуратно заползла внутрь чёрного. Через минуту он задрожал, последний вагон превратился в первый, глаза его открылись, челюсти заблестели на солнце, а цвет с чёрного поменялся на фиолетовый. Поезд потянулся вперёд и выбрался из тоннеля. Монстр поднял голову и осмотрел себя. Он получил новое тело и теперь был не баклажан, а баклажанище. Если тебе понравилась эта история и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами!